ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В студии гости – директор школы Алексей Александрович Закалюкин, заслуженный тренер России Хамит Файзрахманович Ахатов, заслуженный тренер России Баджамап Семенович Цыбиков и Алексей Кириллович Юрков, тоже тренер спортивной школы. Здравствуйте, уважаемые тренеры! Ну что, Алексей Александрович, замечательный повод. 40 лет – это много или мало? Беспорно. Хороший повод собраться. Молодцы наши тренеры, заслуженные, приехали к нам домой в гости. Ну, домой, получается. Все-таки это их дом большой был, значимый, они столько вложили в него. 40 лет – это большой срок, я считаю. Не каждая школа, учреждения доживают до такого возраста. А у нас уже были и падения, и спады, и снова опять, я думаю, что пошли высокие взлеты. Хамит Файзрахманович, скучали по вам? Ну, скажите, сложно сейчас, наверное, оглянуться на 40 лет назад, да? На то маленькое здание, когда приехали неизвестно куда. Расскажите о самом начале. Я уж много раз рассказывал. И снимали фильмы. Ну что-то. Вот я иногда думаю, смог бы я начать? Что-то меня не тянет. Вот по новой начать вот это все, и меня не тянет. Так тяжело, да? Это было тяжело? Я не знаю, снова я выдержу или нет. Для этого надо быть молодыми наивными. Вот, и это только, наверное, наивность. Но, тем не менее, 40 лет назад в начале такое большое дело, которое вот продолжается уже 40 лет. Это же какие результаты? Ну, просто иногда человек оказывается свое время на своем месте. Вот мне повезло слаботься. Я вот этот город оказался в море. Может быть, в другом месте у меня бы ничего не получилось. Вот бывает такое истечение обстоятельств. Приехали, молодые, с азартом начали, и тут же попадаются дети, у которых есть потенциал. Может, я тогда еще и толком-то не умел работать. Ну что там, 5 лет, это опыт, что ли. Так, ну вот повезло Луизе. Ну, с Луизе уже пошло. Ты начинаешь, уверенность появляется, наглость своего рода. И девочки одна за другой, как на подморо. Так получилось. Везение. Но рядом, конечно, были люди. Если бы не Татьяна Вениаминовна, естественно, ничего тут не получилось. Не было бы этой школы, не было бы этого здания. Как здания строились? С каким трудом? 90-х, конец 90-х. Денег нет. Ничего нет. Только вот успех Луиза, 94-й год, успех Абина, 98-й год, это Олимпийские игры. Ну и губернатор выделил из своих там запасов, денежку. Быстро построили. Ну, конечно, Татьяна тут сильная, ей пришлось поноситься, все это, она тут. Вот эта школа, это ее. Вот я никак не могу ни долю там на себя взять. Это она. Ну и рядом товарищи попадались, тренера. Александр Николаевич Югумнов, Василий Михайлович Нагорных, Попов Евгений Михайлович, они ведь помощники. Вот один бы, как, все равно ничего не получилось. Это просто называют, что вот Ахатов, школа Ахатова, там, это на самом деле не так. Это вот все тренера, которые работают, просто меня назвали, как бы, и с этого пошло. А так, работа это всех, заслуга всех. Заслуга Гурьева, если не Гурьев, Алексей Леонид Александрович, который биатлон начал. На самом-то деле, вот чемпионы это одно, но через вас же прошли еще просто вот сотни ребят, которых вы научили трудиться, которым вы привили любовь к спорту. Это же тоже вот огромная важная работа. Так это, наверное, одна из самых тяжелых в свое время незаметных. Ты каждый день воспитываешь. Каждая тренировка – это воспитание. Это каждый день преодоление трудностей. Ты каждый день воспитываешь человека своим примером, своим образом жизни, своим поведением. Все равно воспитывается. Были ученики, которые говорили, что ни за что не станем тренерами. Жить как вы живете, зачем? Умные ребята, которые в конце последствий стали такими определенными, определенным успехом добились своих профессий, но тренерами не стали. И спортсменами не стали, но… Ну, они стали специалистами. Врачей, много врачей, много военных. Кого только нет. Куда не коснешься, вроде что-то они занимались. Алексей Александрович, а не считали, сколько вообще детей прошло-то за 40 лет через школу? Ну, если общая цифра, там, 3,5 тысячи выпускников. Это может быть и немного, с одной стороны, но у нас же все равно есть естественный отбор. Начинаем, много набирается детей. К концу школы маленько уже субъективной, объективной причиной. Бросают заниматься, там, влюбляются. Другие переезжают, другие места работы. С севера много раньше уезжало семьи, сейчас маленько остаются. Раньше была такая вот текучесть. Ну, если ты набираешь группу 18 человек, то в конце концов, когда ты их выводишь, может 2-3 человека остаться именно в этой группе. И этого достаточно, если они показали результат. Обычно 6 человек, 6 перворазрядников, тоже групп достаточно этого. Ну, 18 приходят, но они не все становятся, конечно, чемпионами. Где-то потом надо человеку найти свой род занятий. Может он музыкант, может он танцор, может он вообще специалист в другой области. Поэтому, естественно, оцениваются. Но они же продолжают заниматься спортом. Виды спорта тоже. Баскетбол, хоккей у нас были. Это командно-коллективные виды спорта. Там больше был маленько, до конца школы доходили. В индивидуальном виде, в лыжах, может поменьше. Но есть разные причины. А познакомите вот с другими тренерами у нас. Борис Семенович Сыбиков. В 2008 году мы пригласили работать на очерепь биатлон. Мы были... Федер Хманов был против очерепь биатлону развития. Он говорит, только биатлон. Борис Семенович тоже был согласен. Я не хочу очерепь биатлон, хочу развивать стрельбу из лука. И так получилось, что они разошлись как хорошо, как море корабли. Никого там не задев, вавируя. И в то же время результат в стрельбе из лука очень хороший. И биатлон неплохо. Алексей Кириллович Юрков. Наш заслуженный работник Ямала. Ну, надеюсь, будет заслуженный работник России скоро. У него достижения выше крыши. У него 7 членов сборной России, да? В этом году 9. 9 даже. Представляете, 9 членов сборной команды России. Это с 1 января зашла на пулевая стрельба. Я думаю, что новые впечатления, новые достижения нас ждут впереди. Хорошие. Только Алексей Кириллович буквально с 1 января. Да. Да. Так получилось, произошло слияние, разъединение, слияние. И в итоге мы вошли в школу Ахатова с 1 января. Ну, вообще я работаю на севере с 83-го года в пулевой стрельбе. И больше 27 уже как старшая средняя сборная команда «Ямала». Ну, наши результаты, как я, вот в этом году, олимпийский год. У нас участник Олимпиады. Уже есть один год участвовать. Двое еще. Кандидаты. Кандидаты на участие в Олимпиаду. В мае месяце у нас будет. Хочу сказать, что у нас... Это в городе Салихардном там начальное звено. Но в основном это Ноябрьск. Да. Ну, 95% сборной команды влазируются у нас на Ноябрьске. На Ноябрьске. Ну, сейчас как вот условия в Лабутнанге? Можно нормально развивать пулевую стрельбу? Ну, я... В нашем тире. Я не знаю. Не могу сказать. В принципе, у нас стоит проект вот этого базового... Вид спорта стрельбу в Ноябрьске. То, что там тиры построены уже стоят. Их надо только завершить. Я сегодня показываю Масанову. Там проект вот показываю Алексею Александровичу. Там тиры... Если эти тиры достроят до конца, комплекс достроят, это будет один из лучших тиров в Западной Севере будет. Так что размахи... Есть куда стремиться. Поэтому будем стремиться. Ну, а Баджимам Семенович, как вам условия здесь? Ну, сейчас вы уже на пенсии, да? Ну, когда вы сюда пришли, первые ваши впечатления о спортивной школе? Вообще о Севере? Здесь вообще народ Севера вообще благородный. По-моему, вообще очень такой народ. Дружелюбный, пожелающий только людям добра. Поэтому, когда я получил приглашение, я сразу согласился. Приехал, удивился. Здесь очень сильные изменения. Город разросся, большой. Красивые дома. И вообще обустройство города совсем другое стало. И у нас в школе, конечно, тоже изменения есть. Потому что сегодня проводили соревнования. И раньше проводили. Но все равно красиво. Все к лучшему. Вообще очень красиво стало здесь. Ребята талантливые есть? Из которых можно сделать спортсменов, профессиональных? Ну, конечно. Здесь тем более, это вообще Север, такой благодатный край, где если человек к чему-то стремится, хочет что-то достичь. Вот поэтому я никогда не буду отрицать, что здесь никого нет. Конечно, здесь очень богатый край. И богатый вообще в смысле, во всем. И людьми, и руководители, и сами спортсмены. Сейчас очень много. Очень много у вас спортивных сооружений. Исключительно хорошие спортивные сооружения. Это, если посмотреть, когда я приехал в 2007 году, и сейчас изменения, все к лучшему. И очень много изменений. В лучшую сторону. Только в лучшую. Город не узнал почти. Тех местах раньше, где я просто ходил, ну, как будто тут совсем другой город. Изменения очень большие. И все. В наилучшем виде. И школа изменяется тоже. Вот. Спортивные сооружения. Ой, много у вас. В воскресенье соревнований по стрельбе из лука. Приурочен тоже к 40-летию. И будут традиционными, я надеюсь, как и спринт звездный по стрельбе из лука. Борис Семенович завтра будет выбирать себе, не выбирать себе, а определять, кто у нас более достойный спортсменов по стрельбе из лука. Есть достойный. Есть, есть. Посмотрит, увидит, скажет. Сегодня я на ПСКОМ проводил занятия, просто поправку сделать тренеру. Они еще такие сырые, конечно, тренеры. И этот, ну, дело движется все к лучшему. Если возможность будет, да, вот так, ну, приехать, вот так, посмотреть, помочь, да, здесь у вас действительно все нормально. Дети есть, и желания есть. Всех. Алексей Александрович, а дальше что? Перспективы? Куда смотрится? Перспективы можно нарисовать разные. Просто все зависит от условий, от тренеров, от специалистов, кто будет приезжать сюда работать. Ждем, не дождемся биатлонного центра, лукодром новый, в том же комплексе. Стрельбище биатлонное, иди, наконец-то, может, будет, единственное в округе. Потому что в округе у нас, на Ямале, стрельбища нет биатлонного. Если взять другие регионы наши, хотя бы Уральского федерального округа, то стрельбище хватает везде. У нас нет ничего. Пока. Надеюсь, все будет. А если будут, то и будут и дети, и спортсмены. Вам как такие перспективы? Стрельбище? Я все это слышу лет 10. Да по уму, если надо было, конечно, в Ноябрьске строить стрельбище, который регион Востока бы занимал полностью, и здесь у нас, который бы занимал вот близлежащие районы нашего. Ну, обещали, обещали, обещанного, три года ждут. Губернаторы меняются, не успевают построить обещанное. Ну, как, вроде уже вопрос решенный. Так я бы не дождался. Я еще тогда говорил, при моей жизни будет ли это все? А мы надеемся. Я тоже надеюсь. С верой в это и уезжал. Ну, скажите, ну, вот как бы все говорят, что вот большой спорт развивать здесь бессмысленно, не очень удобные погодные условия. Вот сколько просидели спортзали-то этой зимой? Долго не выходили на лыжню? Ну, это не только у нас. Это везде была проблема. Пандемия, коронавирус. А у нас еще тем более холода такие серьезные, сильные. Можно развиваться в любом случае. Говорят, наоборот, спорт развивается, когда есть трудности, есть преодоление трудностей. Это, ну, трудности, это есть такие? Горазие-то холода. Мы приехали первый год, 40 градусов в декабрь месяц, ну, с конца декабря, январь, февраль стоял. Вот Луи запомнит, мы же силовой занимались, вот старая лыжная база была. Как-то получилось же. Наша задача, это не в этом возрасте выдавать чемпионов. Их чемпионов полно, 16-18 лет. Только дальше-то не бегут. Вот биатлон. Нету, нету, резерва нет, нет резерва плачет, плачет. А где резерв? Да потому что, а по юношам-то, по юниорам-то наши все выиграли. У тех же этих норвежцев наших в юниорском возрасте даже их близко не знали. Где норвежцы, где наши теперь? Те же победители. Потому что все выставлено в детском возрасте. Тут-то наша задача именно не чемпионов вот этих 7 минут наготовить, а чтобы была перспектива их роста дальше. Просто у нас проблемы, чтобы их оставить на своей земле, чтобы они тут дорастали. Это проблема номера 1. А эта проблема уже не города, это проблема округа. Региона, да? Продолжение учебы. Просто поменять климат и все остальное. Ну так, это все. Сейчас дети-то другие, они заканчивают, им хоть и хочешь остаться, но они тоже хотят жить своей жизнью. То есть нужно поддержать их материально. То скрывать не надо. Если не поддержишь, он естественно уедет, другой регион идет, или завязано стрелять. Вот я про стрельбу говорю. Поэтому вот таких детей, которые перспективные, стараемся оставить, как у меня вот здесь взять девочке 2003 года рождения, которая вот меня... Вот сейчас я вручил международника на выполнение, вручил перспективную девчонку в плане отбора на Олимпиаду 24-го года. Я приложил все усилия, чтобы поставить ее ей, чтобы, так сказать, поддержать материально ее. И человек работает, все нормально будет. Это и тоже сейчас немножко поменялась у них психология. Они тоже хотят уже все. И сразу. Да, все иметь и сразу, да. Потому что понимают, что... Жизнь короткая, спортивная, да. Поэтому вот они... Спортивная работа. Да, поэтому... Ладно, если ты чемпионом стал, у тебя все нормально. А если ты профессионально не занимался и чемпионом не стал, так, к 30-ти годам к пустому калюту, как называется, приходишь... Скажите, уважаемые тренеры, а вот что за сложилась ситуация такая сейчас в современном, в российском биатлоне? Вот, конечно, как болельщикам хотелось бы там побольше наград. Наверное, есть какие-то свои условия. В чем дело? Почему мы видим так мало наград сейчас? Вот сейчас... Подиумов. Будет выступать бывший тренер сборной страны. Он больше расскажет. Он много расскажет. Там... Кухня изнутри. Да. Обязательно спросим. А вы как думаете? Я же только что высказал свое зрение, что у нас, во-первых, вот был Малиновский, чемпион мира по этим паронерам все раскатывал. Вот это Лейгрид, Лейгрид сейчас... Лейгрид. Вторым на Кубке мира стал. Первый год. Он его катал, как хотел. Где Малиновский, где играть. Вот и все. Вот поэтому требовать с нас чемпионов сразу, вот это небольшая ошибка. Кажется, нас надо требовать все-таки, если по большому счету, да, резерв для сборной. Но это должен быть резервом. А не чемпионов 18-17 лет. Даже в 20. Вот ты беги в 25. Как ты, Грид, бегай. Все нормально. Ну что ж, спасибо вам большое. К сожалению, время программы... Слишком большая своя кухня. Вот Лейд Сазыч, наверное, если захочет, больше расскажет. К сожалению, время подходит к завершению. Нас ждут еще гости. Уважаемые телезрители, как я уже говорил в начале программы, гостей у нас сегодня много. Мы прощаемся с тренерами. Спасибо большое, что пришли сегодня к нам в студию. Поздравляю вас с юбилеем школы. Надеялись поговорить. Вам, уважаемые телезрители, предлагаю посмотреть небольшой видеоролик о школе. А пока в студию зайдут другие интересные гости. Вот это комнатушка. Шириной метра полтора и длиной метра два с половиной три. Здесь был кабинет директора. Именно дарно. Вот тут и жили. На всю жизнь осталась моя первая медаль деревянная, которую мне вручили. Мы выезжали на соревнования в Салихар, на обрух, где выступали. И вообще сверх мечтаний у нас было съездить в Тюмень, на соревнования областные. Я уже начала заниматься шести лет, когда я пошла в первый класс. Серьезно очень. Вот в это время у нас уже была лыжная база. Я первый этап начала смотреть в зале. Потом второй этап уже не могла, перешла в прихожую. На третий этап в кухню. Альбина с флагом! Олимпийские чемпионы! Браво! Сегодня школа Олимпийского резерва развивает четыре вида спорта. Лыжные гонки, биатлон, стрельбу из лука и пылевую стрельбу. 475 мальчишек и девчонок, юноши и девушек считают себя спортсменами школы имени Татьяны Ахатовой. Эти ребята – последователи чемпионов Олимпийских игр, мировых и европейских первенств, российских соревнований. Луиза Носкова, Альбина Ахатова, Юлия Макарова, Анны Сорокиной, Ларисы Куклиной, Елены Баданиной, Кристины Ильченко, Виктории Бальжановой. В 96-м году школа получила статус специализированной школы Олимпийского резерва. В 2006-м стала государственным образовательным учреждением дополнительного образования детей. В 2013-м году школа удостоена знака качества «Лучшие детям». В 2015-м стала лауреатом всероссийского конкурса «Лучшее учреждение дополнительного образования детей». Тренеры и спортсмены десятки раз признавались спортивной элитой города, округа, Тюменской области. В спортивной школе Олимпийского резерва имени Татьяны Ахатовой проходят подготовку команды юношеского, юниорского и основного состава. Воспитанники – члены сборных «Ямала» по биатлону, стрельбе из лука, полевой стрельбе, лыжным гонкам. В среднем 4500 километров за год спортсмены пробегают на роллерах, лыжах и без лыж. 200 часов проводят в тренажерном зале. Биатлонисты и лучники делают до 10 тысяч выстрелов в год. Для десятков спортсменов школы путь на международную арену начинался с арктических игр соревнований северных стран. Последний раз в 2018 году привезли из Канады 49 медалей. Когда поедут в составе сборной лучники, и медалей прибавятся. В этом уверены тренеры и спортсмены. За последние пять лет спортсмены школы завоевали 274 бронзовых медали, 370 серебряных, 470 золотых наград, массой более 100 килограмм. Столько весят трое начинающих лыжников. За последние годы кадровый состав обновился. В школе работают 20 тренеров по культивируемым видам спорта. Они проводят кропотливую работу по отбору из сотен ребят, самых трудолюбивых, готовых отдать все силы тренировкам. Только такие становятся чемпионами. Этот город известен далеко за пределами Ямала, как центр подготовки выдающихся биатлонистов. Считаю нашей обязанностью поддержать сильные традиции города в этом спорте и начать возводить там современный биатлонный центр. Мы возвращаемся в студию. Я напоминаю, что это программа «Точка зрения». И посвящена она 40-летнему юбилею специализированной детской мышцей школы Олимпийского резерва имени Татьяны Хатовой. И следующие гости сегодня. Прям звездные гости. Заслуженный мастер спорта России по биатлону и чемпионка Олимпийских игр 1994 года в Лилихаммере Луиза Носкова. Мастер спорта международного класса по биатлону, чемпионка мира среди юниоров, призер этапов Кубка мира, победитель и призер чемпионатов России европейских международных первенств Юлия Макарова. Мастер спорта международного класса по биатлону, чемпион и бронзовый призер чемпионата мира, победитель и призер чемпионатов России европейских международных первенств Анна Сорокина. Мастер спорта международного класса по биатлону, двукратная чемпионка мира, член женской сборной команды России Лариса Куклина и человек, который стоял за спинами всех наших звезд, заслуженный тренер Леонид Александрович Гурев. Вот вас мало знают, а вы стояли за спинами у них. Ну, как мало знают. Ну, в общем-то, если так по большому счету брать, если связь с Ямалом, с Лабытнангем, то есть вот эта бригада, которая была нами создана, нами с Хаймином Садархмановичем Ахатовым, Татьяна Вениминовна, которая, в общем-то, была таким катализатором, такой светлый человек, то есть она вот те вопросы, которые возникали между нами, она всегда снимала, всегда нас направляла в нужное русло, и вот у нас получилось, что у Лабытнанга две олимпийские чемпионки. Альбина Ахатова, нет, сегодня приболела она, Луиза Николаевна Носкова, то есть она для нас, вот бригада, я как считаю, то есть в лице Ахатова, Хамида, меня, то есть она как бы сработала. В России я сколько перебирал, но не просто не работал. Тренер он такой, что не будет на кого не работать, если тренер с большой буквы. Ну вот у нас так сложилось, они здесь школу заканчили, переезжали в Тюмень, получали образование. То есть он как бы здесь на наборе, то есть по школам ходил, спортсменки появлялись, мы уже там 8, 9, 10 класс уже в то время был, на сборы вывозили. Ну в общем-то так плотно очень работали. Ну вот очень удачно получилось. А где вы с ними познакомились? Я приезжал сюда в 85-м году, в 85-м году как раз они приехали, вот Луиза Николаевна как раз с первого набора. Значит я приехал тут вообще 25-го мая, тут мороз минус 20, я из Тюмени при этом плюс 25, уже все цветет, я сюда приехал. Бог ты мой, я думаю, при жизни надо памятники ставить здесь, когда наверное средняя температура минус 40 градусов. Ну и вот так разговорились, хотя она уже выбрала там институт Лесгофта, Ленинград в то время, значит и уже туда. Ну вот как-то убедил с родителями, поговорил, в общем-то вот она у нас первый мастер спорта в нашей команде, то есть в Сахатовом месте, значит международного класса, заслуженный мастер спорта, и чемпионка России, и Европы, и мира, и Олимпийских игр. То есть она вот самая у нас первая была. Луиза Николаевна рассказывала, что сначала ее не заметили. Было такое, было такое, признаюсь. Ну Ахатовые приехали в 81-м году к нам сюда в Лабытнанге, и отбирали детей в свою секцию лыжные гонки, и проходил, помню, вот сейчас у меня все это в глазах стоит, пришли к нам на урок физической культуры, отбирать детей, и почему-то я в их число не вошла. Детей, я пришла за компанию со своей подругой, Надеждой Касьяновой, и получилось так, что, в общем-то, нас осталось на человек 5 всего из всего класса, потому что практически весь класс отобрали заниматься лыжными гонками, но по истечении времени остались, наверное, к окончанию сезона остались на человек 5, которые потом занимались лыжными гонками, и я в их числе. А к окончанию вообще 10-го класса я одна из класса осталась, которая занималась лыжными гонками, которая полюбила этот вид спорта, вот, поэтому, конечно, наверное, пошла за компанию, и мне было интересно, почему меня вообще не отобрали, чем таким занимаются, что я вообще не подхожу под этот вид спорта. Но, видно, на тот момент я была маленькая, худенькая, неприметная, я, видно, не подходила к этому виду спорта. Наверное, силёнок было маловато, но зато у меня характер был очень такой упертый, вот, поэтому, наверное, я взяла характером. Слушайте, ну, когда все узнали, что в Лабаднанге есть своя олимпийская чемпионка, это было... Вы помните вообще этот момент? Да, я помню. Расскажите, как это было? Может быть, это и стало катализатором, что вы пошли в лыжи? Ну, я уже на тот момент занималась, занималась уже два года, и очень хорошо помню тот старый аэропорт, 94-й год, как мы Луизу Николаевну встречали с олимпийской медалью, понимаете? И это вот для ребёнка, это тот вот мотивационный, наверное, момент, и ты понимаешь, что перед тобой вот он эталон, вот эта модель, к которой ты хочешь стремиться, и когда это вот всё вживую перед тобой, и понимаешь, что вот всё в твоих руках, с тобой работают сильнейшие педагоги и тренеры, поэтому даже, мне кажется, вопросов не было заканчивать со спортом. Ну, это был шестой класс, это было только самое начало, какие-то первые победы начались, поэтому... Ну, вот та встреча до сих пор у меня перед глазами, если честно, да. Всё так было интересно. А вы, Юлия Лариса? Ну, с олимпиадой Луизы связана, наверное, для меня. Стимулом были её лыжные палки, где была написана национальная сборная России Луиза Черепанова. Черепанова, да, была, да. И я на этих палочках, у них мистер Малыча их выдала, и я на этих палочках выступала, и потом бегала свои первые соревнования по биатлону. У меня до сих пор есть эти фотографии, где я стою с лыжами в комбинезоне в таком-то таз там, и палочки эти. Это дорогого стоит, это то, что мы получали от девчонок, от Алибина, от Луизы. Нас это подстёгивало, и мы вот стремились показать такие хорошие результаты. Лариса? Ну, у меня, наверное, с олимпийской медалью Луизы нет воспоминаний, так как я, наверное, я вообще самая младшая здесь из присутствующих, и я уже знакомилась на медалях Альбины Ахатовой. То есть вот Альбину хорошо помню, именно как стимулом. Вот что касается... Ну, опять же таки, уже медалями и результатами Луизы Носковой я знакомилась через наш музей. Знаете, хочется... 40 лет прошло сначала, с основания школы. Хочется вот каких-то воспоминаний вот из тех лет. Вот вы рассказывали о деревянной первой своей медали. Вы все помните свои первые медали? Деревянная, наверное, только у вас была. Да, у меня была деревянная медаль, но она была такая особенная. На дереве был лыжник изображен из кости, поэтому она такая была ценная для меня. К сожалению, я утеряла ее при переезде. И в памяти она осталась, я до сих пор ее помню, бегущий лыжник из кости и на дереве. Поэтому, конечно, это в памяти моей оно свежо. Но я, наверное, еще хотела бы сказать, что такой у нас вот был, возвращаясь к семье Ахатовых, Хамиду Фазархмановичу и Татьяну Вениаминовны, такой был хороший тендем в их работе. Такой был кнут и пряник. И благодаря, наверное, вот выдержанности, терпению Татьяны Вениаминовны, мягкости, я вообще осталась в спорте, то есть продолжила заниматься лыжными гонками, потому что характер у меня был ой-ой-ой какой. И не всегда я выдерживала те нотации Хамиду Фазархмановичу, а Татьяна Вениаминовна могла так грамотно, мягко все сгладить. И ты понимал, что да, надо тренироваться, надо продолжать заниматься, надо на тренировочные сборы ехать и посвящать этому виду вот все свое время. Поэтому был очень классный такой союз, и поэтому были результаты в нашей школе. Ну, Хамид Фазарханович, такой жесткий тренер, никаких сантиментов не было, да? Первые впечатления о нем у вас какие были? На первых, может быть, тренировках. У меня, как я начала свою спортивную карьеру, у меня был учитель физкультуры Хуклов Вадим Андреевич, который заметил во мне какие-то задатки спортсмена. И он предложил кататься на лыжах. И мы уже видели, что тренер такой жесткий, и нам не хотелось туда идти. И в один прекрасный момент он говорит, Юля, ты пришла на тренировку у Хамидса Рахмановича? Я говорю, нет, его не было. На следующий день он говорит, не может быть. На следующий день опять, Юля, ты была у Хамидса Рахмановича? Я говорю, его не было. Он говорит, не может быть, как это его не было? он там живет практически на лыжной базе. Я боялась к нему подойти, но потом я поняла, что учитель физкультуры от меня не отстанет, и мне придется подойти Хамидс Рахмановича. Вот так вот я к нему и пришла. Но боялась, да. Слава была такая. Но он жесткий, требовательный, а нам хотелось просто покататься и не тренироваться вот в такой вот системе. Тут можно как вот сказать, жестко правильный. То есть, когда жестко требуешь, вот допустим, тоже ко мне говорят, вот жесткий, жесткий, но они понимают, за что ты спрашиваешь. Жесткость, вот именно отставление вот своей позиции, твоей точкой зрения. Если они понимают, если они понимают, за что ты спрашиваешь и настаиваешь на этом, они делают, никаких проблем нет. Ну, я вот просто, они только тоже вот сама, вот у Луизы такой был переломный момент, когда в 89-м она года, даже понимаете, она вот три года занималась, но это для детей больше, наверное, три года занималась, она лежа не попадала в мишень стоя. Ну, был такой момент, она уже, Леонид Александрович, может я перейду в лыжные гонки, вот мы рисовали эти мишени, это все разбирали недели две, а потом, видать, вот что-то она поняла и как начала стрелять одно, одна в одно, и в этот год она стала чемпионкой мира, потом рождение сына Евгения, и вот самый сложный период возвращения был, почему она и в Лильхаммере в 94-м году, я думаю, благодаря больше, не именно, просто она как мама тут вот все там, значит, и тут из бассейна, потом перелом ноги был там, восстановление, ну вот по Юле, допустим, ну они, понимаете, все мамы, это большое достижение, у них у всех, у Луизы и бабушка уже, это очень большое достижение, спорт спортом, но когда семья, значит, семья поддержит, тогда все получается, все это классно, все хорошо, и у кого и двое, и кого, то есть, ну, у Ларисы все впереди, вот единственное, жалею Юлю, не реализованное осталось, ну там, конфликтной сборной команде, тренеры были, она выиграет чистую контрольную, ее не берут, а тут спортсменку берут, она плюнула, она все, и все сказала, да нафиг мне ваш спорт, и все, и в конечном итоге, ну у Ларизы все впереди, в общем-то, где-то около 10 лет я с ней работал, в общем-то, тоже такие там всякие кодюльки были, но отставили, пробивали, наставляли, там и здоровье там было, Москва что-то пыталась, там нам палки, колеса ставить, но мы ее отстояли, сейчас в сборной команде, все радуемся, любуемся, ну вот еще, Анна Витальевна, ну тоже пример такой для детей, очень хороший, в каком плане, что она еще будучи в сборной команде, участвовала и в Оберхофе, там и в этот знаменитый, называется Оберхофтуман, там эти дожди и снега, значит, Рупольдинг, и попутно писала кандидатскую, сейчас она доцент у нас, защитилась, ну тоже раз 5-6, наверное, там пыталась, значит, бросить это все, ну Ирина Владимировна, Манжелей, такая вот тоже женщина, доктор, она сама тренер, баскетболом занималась, и то есть она постоянно, и никто ей, в принципе, так сильно по-большому, что-то кто-то что-то писал, не помогал, она просто вот так, нет, надо твое, сейчас она, по-моему, не жалеет, собирается докторскую писать, она преподаватель, заочные группы ведет, я, кстати, защищался у ней, 8 декабря получил высшее образование, профильное, потому что с моими титулами, там и заслуженные, и перезаслуженные, отличники, заслуженный работник физической культуры, но это как бы для детей больше, то есть учиться всегда надо, и особенно знание иностранного ЦК, потому что когда в сборной команде находишься, идет общение со спортсменами, они хотят с нами пообщаться, поговорить, а мы не бимбек, грубо говоря, ну и вот, нет, ты работать тренером не можешь, хотя олимпийские чемпионы, там 4, 5 серебряных, заслуженных 7 человек, нет, тебе учиться надо, ты не допущен больше к работе, ну вот здесь 8 декабря закончил, профильное образование, я сам физмат заканчивал, учитель физики, ну вот, сейчас посмотрим, с тем образованием 4, сейчас с этим, сколько у меня, ну и сейчас вот у выезда Николай Ивановны Носковой, то есть она у меня как директор, значит, набираю 2006-2005 год, то есть уже там около 20 человек, уже посмотрел, сейчас еще апрель-май, значит, тоже как бы вот тут надо все разобраться, то есть нужно русло поставить, значит, чтобы на хороший поток, потому что у нас и Дюсаша есть, и вот, и кстати школа, значит, областная спортивная школа Олимпийской резервы, имени Носковой, и директор Носковой, как и директор, как олимпийская чемпионка, как мама, как бабушка, так и все они вот мамы, и дети у них там занимаются, вот у Юли, младшая, значит, конным спортом занимается, там фотографии сбрасывает, там очень красиво смотрим, но все это, все это дорого, все это денежки, мы говорим, что лыжные гонки, биатлон, не надо платить, все, все прекрасно, все классно, все, дети, все в ваших руках. А раньше-то и особых условий не было, маленькое здание, лыжная база, да, на космонавтов, помните ее? Я не застала уже. Вы не застали уже. Я на открытии как раз вот этого здания был тоже, я застал, ну приезжаю в 85-м году, вот ходили мы, е-мое, в таких условиях, и спортсмены, ну просто вот действительно силы воли, характер, вот просто вот эти условия, ну раз я говорю, средняя температура минус 40, и как бы человек обязывает к этому, ну и терпение, и силы воли, и характер, и все остальное. Скажите, ну вот, извините, не могу не задать этот вопрос, как болельщику хотелось бы больше медали, что приносило наша женская сборная по биатлону? Это Кларисия. Это, я понимаю, это очень сложный вопрос, очень сложный, но болельщики, такие болельщики, всегда им хочется больше, хотят вновь и вновь переживать эти эмоции, радости за победу нашей. Вы думаете, мы не хотим, мы хотим больше, чем кто-либо другой. По сути, мы выполняем всю работу, и настолько, вот сколько мы хотим, эту медаль, поверьте, больше ее никто не хочет. Сам спортсмен, пройдя весь этот путь, и зная, к чему он идет, конечно, тут без варианта, мы отдаемся полностью. Ну, вот, ну, как вот, это, наверное, если мы живем этой жизнью, это на данный момент, так как я действующая спортсменка, это моя жизнь, у меня есть цель. И то, что я сейчас делаю, я делаю это с удовольствием. И, опять же таки, даже, если бы, по сути, я не хотела, я бы, наверное, не возвращалась после декрета. Это, ну, быть мамой и вернуться, это очень тяжело, это катастрофично было тяжело. Но и семья поддерживает, и, как вот Леонид Александрович сказал, именно, именно семья поддерживает, и ту поддержку, которую дает мне муж, моя семья. Наверное, вот это еще один такой толчок, который помогает держаться, и та обстановка, которая сейчас находится, конечно, у нас в России. Все, все очень тяжело. Но что есть, то есть. Мы пытаемся как-то что-то изменить, и, конечно, мы надеемся, что все изменится в лучшую сторону. И хотелось бы, наверное, именно со стороны тренеров, со стороны руководства, чтобы не только сами спортсмены хотели создать команду. Ну, тут вот я действительно, когда последние два года был в сборной команде, вот с ее стороны просто она изменилась, была такая мотивирована, вот замуж, то есть муж очень поддерживает, ездит, помогает там в откатке лыж, постоянно на сборах там был, разрешали. То есть она изменилась в этом плане, очень сильно, мотивирована была. Ну, вот эта смена тренеров постоянно, каждый год, она ни к чему не приводит, и это утопия такая. Ну, хотя бы, есть волнообразность методики, год ты грузишься, год разгружаешься, и так далее, к Олимпийским играм проходят, хотя бы там три давали, четыре года, как раньше была методически, это правильно было. Они только привыкают, мы к ним только привыкаем, мы только их узнаем, все, год закончился, нас убрали. и конечным командам меняется, и снова привыкание идет, снова со стороны тренерского состава, фирмы узнаешь, логистику все узнаешь, где отстрел, где ремонт оружия, спортсменов узнаешь, год прошел, снова меняет. Но это неправильно. Болельщики видят только вот самую верхушку. Ну, с одной стороны, видите, вот я вот тоже, как бы немножко такой жесткости, правильной жесткости, вот как у Иза Николая, не хватает, от тренеров. Вот мы же возьмем Винер, художественная гимнастика. Женщина жестко, Этери, Тутберидзе. Ну вот идет поток. Был Трифилов, Гонболи, Карполь, которого, наверное, на экран смотришь, так тебя самого, наверное, трясет, глядя на экране, как он там переварит результат. Что ты делаешь? Я буквально пару слов добавлю, так как я веду дисциплину в магистратуре, я всем своим студентам, заочникам и очникам говорю, вот вы выходите, вы выходите специалистами, тренерами, но вы ведь должны быть педагогом. Вот на моем жизненном пути попались три сильнейших педагога. Вот я никогда это не скрываю, всегда всем говорю. Первый, это Ахатов Хамид Вазарванович, который нам не разрешал на сборах, на соревнованиях смотреть телевизор. Мы делали уроки, мы выполняли задания. До сих пор учителя в школе в третьей вспоминают, что мы привозили решенную задачу в такие тетрадки. Леонид Александрович Гурьев всегда заставлял учиться, говорил, спорт не вечен, изучайте иностранные языки, потому что вы двигаетесь по миру, нужно общение. Ну и плюс мой научный руководитель Ирина Владимировна Манжелей, доктор наук, профессор с большой буквы, это вот как, ну знаете, как ангел-хранитель тебя ведет вот так за ручку. И все-таки у нас наше образование, все-таки когда тренеры будут работать с ребенком как с личностью, развивать в нем не только спортсмена, тогда, наверное, у нас результаты будут очень высокие. Ну, даже с ними разговаривать, в сборной команде, они же все разные, они же личности, высокие личности, которые нацелены на олимпийские медали. Если с ними говоришь, и если они тебя понимают, ты их понимаешь, они же, ты выбираешь спортсменку, почему-то стоялись они, допустим, выбираешь ты спортсменку, спортсмен выбирает тебя, обоих получается, все, все результат получил, сложился. А когда спортсмен тебя понимает, ты что требуешь, и методически разъясняешь, тогда он, по-моему, горы свернет, и будет идти. И вот сейчас, в частности, вот такой логистики, такого разговора, такого общения, как бы нет, и результаты, естественно, мы коту потеряли. В прошлом году мы коту вернули, и три человека была в 25, и чемпионат Европы команда, и выиграли. А в этом году как-то на порядок все ниже получилось. Потому что общения такого не получилось, потому что многие были на самоподготовке. А когда в команду пришли, значит, вот это вот, вот это подгодительный период, раз общения не было, и получился на Кубках мира немножко. Потому что наработки нужны обязательно по лету, той же смешанной эстафеты, особенно сингл, потому что с ребятами надо тоже сборы проводить, и эти составы наигрывать. Не так просто Павлова там с Елисеем взяли, выиграли новогоднюю гонку. Ну просто вот совместимость хорошая, они понимают, дополняют друг друга, растут и так тоже. Взяли, поставили там Латыпова на первый этап. Что к чему, он не стреляет там быстро. Они уже уходят, а он все стоит. И он попадает, не свой ритм, начинает мазать. Берет дополнительный патрон. Логинова смешанная эстафета ставят. Ясно, что поменялось. Ребята первым бежать, девчонки последние. Результаты в эстафетах меняются. Потому что вот смена вот эта, и все, Логинова ставят на первый этап, он никогда его не бегал. Вроде, ну что он-то, уровень у него высокий, он все равно пробежит. Ну вот, вот так вот у нас тренеров бывает. К большому моему сожалению, время нашей программы ограничено. Я бы с вами долго бы еще общался. Хотелось бы завершить программу на доброй ноте. Какие-то пожелания от вас в школе? Ну, конечно, такое немножко так сейчас. Нужно тренеры просто-напросто, хорошие специалисты. Вот сейчас мы поездили по спортсооружениям, то есть делать заявку на институты, то есть предлагать, кто заканчивает, допустим, заявку на Тюмень сделать. Что должны, конечно, специалисты быть. Приехать специалисты, ну и ясно, что будет вопрос сразу жилья и все остальное. То есть город процветает. Я думаю, в то время, если бы приглашали, да, там тренер бы подумал. Но сейчас, я думаю, думать, те же на лыжных гонках покатался, пошел в бассейн поплавал. В общем-то, все есть для работы. Самое главное, не перебрать вот с этими средствами, с этими залами, бассейнами, лыжный. Сейчас в перспективе, значит, есть строительство стадиона биатлонного. Ну, то есть, набраться терпения, работать руководству, тренерскому составу вместе купе, строить вот эту пирамиду хорошую. Значит, и чтоб все вот сработало. Будем ждать результата, помогать и по возможности, чем можем. Анна? Ну, я, наверное, пожелаю любить свое дело. Жить спортом, жить детьми. Не результатами, а жить воспитанием, жить просто спортивной этой сферой, спортивной атмосферой, чтобы росли, шли в ногу со временем, не боялись каких-то новшеств, вступали в федеральные экспериментальные площадки, ну и чтобы все получалось. Был результат хороший. Я думаю, что если мы отдаемся полностью своему делу, если мы его любим, результат не заставит себя ждать. Лариса? Конечно же, я пожелаю всего самого доброго, хорошего в школе. И, как Анна Витальевна сказала, это, конечно же, хороших педагогов. И, наверное, я пожелаю, чтобы именно и тренеры находили тех спортсменов, тот именно подход. И сами спортсмены доверяли тренеру. Я знаю по себе это. И это очень важно. Я говорю, что если спортсмен верит в тренера, а тренер верит в меня, и я это вижу, я готова горы свернуть. Я знаю, что будет результат. И я, наверное, хочу вот именно пожелать, чтобы вот это именно присутствовало в этой школе, чтобы тренеры педагоги видели, находили общий язык. Ну, конечно же, процветание. Я надеюсь, что город Лабытанге еще принесет ни одного чемпиона мира олимпийских игр медали. Спасибо. Юлия? Я, знаете, я всегда за семейные ценности. Я всегда за семью. Для меня это очень важно. И вот спортивная школа Хатовых, знаете, можно рассматривать как семья уже с нескольким поколением. И вот новые ребята, чтобы для них это было очень значимо, и они понимали, может быть, доносили до них, что вот эти вот поколения, которые сейчас у нас есть, они смотрели, изучали, не только там вот кто-то вот, вот мы, да, на Ларису смотрели, но и знали и Луизу. Вот. И чтобы эта вот семья была сплоченная, и она всегда работала на результат, чтобы это было все вот как-то дружно. мне кажется, вот это самое главное. И когда дети растут, не всегда же, может быть, дети вырастут спортсменами. Они могут быть, допустим, тренерами. Они могут быть там, пойдут, может быть, и в телевидение пойдут, спортивные какие-то, комментаторы. И чтобы вот в этой школе они росли вот разносторонними такими. Такая вот большая, как бы дружная семья. Луиза. Да, ну я, наверное, подведу такую точку, поставлю, да. Я хочу пожелать школе развития. Хочу, чтобы процветала школа, чтобы соблюдались те традиции, которые зародились в 81-м году, чтобы появлялись новые объекты, осуществлялись мечты, чтобы появился биатлонный центр в городе Лабытнанге. Ну и тогда, я думаю, воспитают те тренеры, которые здесь есть, и одно еще поколение чемпионов. Спасибо вам большое. Возьму на себя такую ответственность сказать вам от всех лабытнанцев большое спасибо за вашу работу, за то, что приносите нам такие эмоции. Спасибо. Спасибо вам. Уважаемые телезрители, вас я благодарю за внимание. Оставайтесь с нами на канале Лабытнанского телевидения и до новых встреч в эфире. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова